Храм состоит из трех частей. Мы открываем дверь и входим в первую часть, которая называется «Притвор». Все наши экскурсии мы начинаем со ступеней в храм. Я первая, я встречаю гостей. Если честно, когда гости приходят к нам на экскурсию, я очень сильно волнуюсь. Мало ли вдруг они не поймут, какой-то вопрос зададут, и я не отвечу на него, и очень сильно переживаю. Наш проект – это не только желание детей быть православными экскурсоводами, но и помочь сверстникам найти Бога в жизни. И если посмотреть, у нас за каждым приходом закреплены школы, общеобразовательные, в которых ведутся уроки основы православной культуры. И эти дети, они приходят в храм и познают храм в рамках этой программы. И наши дети, православные экскурсоводы, проводят экскурсию. Дети преподают детям. Наши дети – это не какие-то избранные особые дети, это обычные школьники нашего города. И отличает их только то, что они ходили в воскресную школу и выросли с мыслью о Боге. Их сверстники, они вдалеке от такого познания, И поэтому многие наши ребята в школе не обсуждают тему православия, они уверены, что их не поймут. А здесь им приходится вести экскурсию, говорить не с каким-то избранным другом, а с целым классом. А это порой не под силу даже взрослому человеку. Я вижу, что большая часть молодежи не так близко с православием. Даже некоторые дети смеются над теми, кто ходит в храмы, посещает воскресные школы. Если видят, что кто-то перекрестился или помолился, сразу начинают гнобить, обижать, как-то отталкивать от общества. Но я считаю, что такого не должно быть. Мы должны все быть вместе, все быть с Богом, потому что Бог есть любовь. Я считаю, что если просто рассказывать информацию, то это мало. Это как в школе, у доски. Вот так и так, Крещение Русти, 988 год, садись пять. Нет, должно быть интересно. А для этого нужен и голос, и артистизм. Нам в этом помогает актерское мастерство. Да, получается, мы ведем экскурсии для детей разных возрастов. И ты должен быть готов к каждому вопросу. И этот вопрос может быть не всегда легкий, и тебе может быть трудно на него ответить. Но ты должен знать информацию, не только ту, которую ты постоянно твердишь. Я рассказываю ребятам о святых, честь которых мы крещены. Моя святая покровительница Варвара, которой я обращаюсь в молитвах, смотрит на всех входящих в наш храм. Ей молятся люди, которые не хотят уходить из нашей жизни без покаяния. А как объяснить тем людям, которые впервые вошли в наш храм, что такое покаяние? Эти дети уже встретили Бога, они пришли в храм. Но, я думаю, задача и школы, чтобы привезти ребенка к храму. Здесь мы можем наблюдать площадь лицу покрепления Господня. Сейчас мы вам расскажем о нашем иконостасе. Коммуникативные способности развиваются. И как раз вот эта практическая составляющая, она заключена в том, что те теоретические основы, которые дети получают на занятиях воскресной школы, они имеют возможность в жизни своей реализовать. Проект замечательный тем, что его с удовольствием поддержали дети. Вы знаете, как они участвуют с удовольствием в этом проекте. Как им нравится детей просвещать, гостей приглашать. Как они общались с удовольствием за столом, за чаепитием. И как они надеются, что проект получит свое продолжение. Мы очень много узнали о колоколах, а все, что мы о них узнали, расскажет Даша. Представьте себе, что главный колокол, это самый большой колокол, весит одну тонну 320 килограмм. Наши экскурсии заканчиваются на колокольне. Как мы обещали в самом начале экскурсии, мы даем всем желающим право позвонить в колокола. Они все так радуются. А еще нам, в свою очередь, хочется верить, что этот колокольный звон поселится в их душе, останется там навсегда. И что он будет будить их душу и звать ее сюда, в храм. Субтитры создавал DimaTorzok